В таком исполнении суховатая рыба получается очень сочной и вкусной. В нашей семье горбуша в кляре, одно из любимых блюд, которое я иногда даже готовлю на праздничный стол. Нежная горбуша, запеченная в тесте, в домашних условиях получается такой, благодаря нехитрому правилу, перед отправкой ее в духовку сбрызните соком лимона. Я обычно для такого блюда использую целую рыбу, но вы по желанию можете взять и филе, перед подачей можно рыбку полить сметаной, если используете филе, и посыпать зеленью. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. По этому рецепту рыба получается нежнейший, а хрустящее тесто только усиливает вкус самого блюда, вы можете использовать целую потрошенную горбушу или готовое филе, по желанию. 2. Чистим рыбу, нарезаем лук полукольцами или кольцами и готовим основу, слоеное тесто, я обычно беру уже готовое тесто. 3. Теперь выкладываем на пласт теста лук, который предварительно можно замариновать в лимонном соке, я использую немаринованный лук, так вкуснее. 4. Выкладываем нашу рыбку, сверху также посыпаем луком, теперь можно сбрызнуть рыбу соком лимона или лайма, посолить и поперчить по вкусу. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Закрываем нашу горбушу вторым пластом теста, скрепляем хорошенько и промазываем всю поверхность яйцом, теперь смело отправляйте рыбку в духовку на 1 час. 6. Я еще посыпаю верх кунжутом, так получается вкуснее и эстетичнее при подаче, дайте горбуши немного остыть и можно ее нарезать порционно. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Такие продукты будут нужны. Горбуша 1 штук, яйцо 1 штука, луковица 1 штука, лимон 1 штука, кунжукт, по вкусу, соль и перец, по вкусу, слоеное тесто 1 килограмм, количество порций 4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем приятного аппетита, жду вас снова!